каждый из вас с детства помнит о таком салате как обжорка вот я сегодня его и буду делать потому что у меня этот салат навевает воспоминания о детстве зеленый лук яркое солнце и конечно я вспоминаю всегда маму этот салат по сути состоит из четырех ингредиентов морковь мясо лук и обязательно соленые огурцы не маринованные а соленые морковка я оставил тут для примера режется вначале вот такими пятачками наискосок затем режем пятачки соломкой лук режем мелким кубиком вначале вдоль не прорезая его до конца затем поперек мясо режу произвольно ну то есть тоже нужно какими-то такими кусочками чтобы было удобно есть я всегда предпочитаю вначале нарезать тонкие пластинки а затем эти пластинки порезать поперек причем когда выбираете мясо для этого салата обязательно учитывайте мягкость лучше всего подойдет вырезка но есть еще ряд мягких кусков в туши говядины поэтому выбирайте главное чтобы мясо было мягкое чаще всего для салата обжорка мясо отваривают но на мой взгляд жареное мясо гораздо вкуснее в этом салате чем отварено можно как раз уже включить сковороды главная особенность этого салата в том что все ингредиенты обжариваются в отдельных сковородках а потом только смешиваются обе сковороды нагрелись довольно быстро у меня индукция сюда я отправляю морковь в эту сковороду я отправляю мясо в обе сковороды добавляю растительное масло ни в коем случае не сливочное а именно растительное кто-то жарит морковь до полной готовности но я считаю что она должна быть всего лишь слегка обжаренная и оставаться внутри плотной тогда салат будет интереснее черный перец обязательно и туда и сюда на конфорку с мясом я ставлю таймер три минуты что самое удивительное я могу на другую конфорку тоже поставить таймер таким образом через три минуты обе конфорки отключатся пока обжаривается морковь и мясо я порежу соленые огурцы потому что именно соленые огурцы дают особый вкус для этого салата огурцы нарезав вот такими ломтиками продолжаем резать но уже соломкой так о тамир отключились обе сковороды морковку перекладываю в тазик в котором мы будем все это смешивать а мясо пока что оставлю в сковороде пусть она остывает в эту сковороду отправляем лук если бы мы все ингредиенты обжаривали вместе то лук давал бы вкус мясу мясо луку и все бы это обменивалось а так у нас каждый ингредиент обжарит по отдельности и поэтому имеет свой характерный вкус немного растительного масла лук сам по себе очень сладкий поэтому чтобы сбалансировать его сладость нужно добавить каплю лимонного сока так лук станет гораздо вкуснее и обязательно нарежем петрушку потому что без зелень никакой салат да никакой но сюда в этот салат я лично добавляю пару листиков сельдерея в отличие от морковки лук должен быть хорошо приготовлен то есть полностью он не должен неприятно хрустеть на зубах поэтому запаситесь терпением и мешайте лук до полного размягчения лук стал мягким поэтому можно все смешивать морковь у нас остыло мясо тоже поэтому мы к моркови добавляем мясо не забываем о том что у нас нарезанные соленые огурцы во время обжарки мяса моркови лука залить и их слегка потому что соленые огурцы дадут в финале полную соль лук отправляем сюда же про зелень не забываем и самое главное что для заправки именно этого салата используется майонез как бы это странно не звучало кто-то скажет из вас типа что это такой майонез мы давно уже не едим майонез в этом салате должен быть только майонез и ничего другого иначе это будет другой салат они обжорка теперь все тщательно перемешиваем да вот он вкус детства пошел вот когда все это вместе смешивается обжаренная по отдельности вот это настоящий вкус салат получается достаточно калорийным поэтому много вы его не сможете съесть но вкус это конечно потрясающе насколько вот такие простые салаты из советского времени из моего детства были в обиходе и люди с удовольствием их готовили на праздники дни рождения или просто на новый год тот самый салат из детства красота он конечно на вид неказистый но зато по вкусу я вас уверяю идеальный такой простой салат отличается особым вкусом и стоит отправить первую ложку в рот как вы сразу переноситесь в наше советское детство когда вот такие 2 3 4 ингредиентные салаты были повсюду и мы их помним любим и ценим медея почувствуй себя дома